Итак, вы наконец-то решились на покупку, а может быть уже стали обладателем инверторного генератора. В этом ролике мы расскажем о том, как правильно его подготовить, запустить, перевести в экономичный режим работы, а также пройдемся по основам технического обслуживания. Начнем с распаковки и проверки комплектности. У нас на столе генератор с самой популярной мощностью на 2 кВт, TI-2300. В комплект к этой станции идут свечной ключ, емкость для заливки масла, комплект проводов для постоянного тока и вилка на 220-16 А. Перед запуском генератор нужно заправить маслом и топливом. На эту модель уходит около 400 грамм масла, и на его качестве не надо экономить, от этого зависит долговечность двигателя. Для своих станций мы рекомендуем использовать фирменное масло, состав которого оптимально подобран под движки FUBOK. В процессе работы, если уровень масла опустится ниже нормы, датчик контроля его уровня просто остановит работу двигателя. Но тем не менее, просто проверяйте масло перед каждым запуском. Заправляем топливо. Серия TI оснащена бензиновыми четырехтактными двигателями FUBOK. Мы заправляем 92-й бензин. Напомню, что топливо должно быть свежим и не содержать грязь, пыль и воду. У модели TI крышка топливного бака оборудована клапаном, который защищает от выливания топлива. При транспортировке ручку клапана устанавливаем в положение OFF, закрыто. При подготовке к работе ручку клапана нужно перевести в положение ON, открыто, по часовой стрелке. Можно запускать. Перед запуском вся нагрузка от станции должна быть отсоединена. Устанавливаем выключатель в положение WKL. Переводим рычаг воздушной заслонки в положение START. Аккуратно тянем за ручку стартера до момента сопротивления и медленно возвращаем рукоятку назад. Внимание, не отпускайте рукоятку резко. Возвращайте ее медленно, придерживая рукой. Когда станция заработает, на панели загорится зеленый индикатор. Теперь можно подключать потребители. На цифровом дисплее можно отслеживать выходное напряжение, частоту переменного тока, частоту вращения двигателя, а также количество отработанных моточасов для отслеживания межсервисных интервалов. Если вы неправильно рассчитали нагрузку и станция перегружена, загорится красный индикатор. Кнопка сброс в некоторых случаях поможет восстановить мощность без необходимости полного перезапуска двигателя. Кнопка находится над цифровым дисплеем. Инверторные станции могут работать в режиме экономии топлива. Если вы нагружаете станцию менее чем на 50% от номинальной мощности, можно воспользоваться опцией «Экономичный режим». В этом режиме двигатель переходит в режим экономии топлива и работает до 40% экономичнее. Когда включен экономичный режим, то при отключении электрооборудования от генератора число оборотов двигателя автоматически уменьшается. После подключения оборудования число оборотов двигателя восстановится до нужного значения. Также от станции этой серии можно заряжать 12-ти вольтовые аккумуляторы. Для этого на панели есть разъем питания постоянного тока. При использовании разъема питания постоянного тока экономичный режим должен быть отключен. Подключаем зарядный кабель к разъему постоянного тока на генераторе. Затем подключаем зарядный кабель к аккумуляторной батарее. И запускаем генератор. После зарядки батареи сначала отключаем кабель от АКБ, затем от генератора. На этой модели разъемы питания переменного и постоянного тока могут использоваться одновременно. Как правильно выключаем станцию? Сначала выключаются все потребители и отсоединяются от станции. Выключатель устанавливаем в положение «выкол» и даем станции остыть. После полного охлаждения закрываем вентиляционный клапан на крышке бензобака. Схема обслуживания не отличается от схемы традиционных дизельных генераторов. Периодически проверяем и меняем масло. Проводим очистку и замену воздушного фильтра. Проверяем и чистим свечи зажигания. Отчищаем от нагара искрогаситель. Основные этапы обслуживания можно посмотреть в инструкции к генератору. Здесь мы приводим график проведения технического обслуживания. Если соблюдать график технического обслуживания, правильно ухаживать и перевозить бензогенератор, то он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Если остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео или задавайте в разделе «Вопросы» на нашем сайте fubok.ru. До скорого! 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 Продолжение следует...